Живой записанный микс ударных часто звучит плохо и грязно, особенно это касается комнаты и оверхедов, тогда как в плагинах звук ваншотов обработан и отфильтрован, что облегчает обработку ударных и избавляет вас от ненужной работы. Таким образом, спрограммировав ударные, все, что вам остается сделать, это привнести в уже хороший звук какие-то изменения, которые, по вашему мнению, должны быть в этом треке. Вообще, хочу сказать, что сегодня очень часто ударные не записывают, а используют как раз плагины. Во-первых, хороший барабанщик, который может чисто и ровно отыграть свою партию, это большая редкость. Да и в целом, запись ударных дел дорогое, а их сведение очень муторное, требующее внимательности и усидчивости. С ударной установкой нельзя работать долго, так как ваши уши быстро успевают устать, и постепенно вам захочется делать высокие частоты все тише и тише, что худшим образом скажется на готовом миксе. Здравствуйте! Сегодня мы разберем одну из лучших барабанов эмуляции. Я для себя ставлю ее на второе место после BFD 3, и это Superior Drummer 3. Это профессиональный продукт, призванный целиком убить такую профессию, как сессионный барабанщик. Конечно же, живой звук всегда хорошо, но то, как звучат в библиотеке Superior Drummer, это прекрасно. Итак, для начала давай немного теории. Еще раз быстренько разберемся с тем, как снимается ударная установка. Ну, во-первых, это микрофоны, установленные на бочку, снейр и томы. Также дополнительно иногда снимают звук тарелок, но это происходит не всегда. И будем называть их ближние микрофоны, они в принципе так и зовутся, Clouded. Далее микрофоны оверхедов, призванные снимать звук всей ударной установки, чаще всего их как раз два. Слева и справа, что создает стереозвучание. Далее идет Room. Микрофон, установленный где-то в комнате, в которой играет барабанщик. Чаще всего перед ударной установкой или в центре комнаты. Он создает ощущение пространства и как бы склеивает звучание установки. Помимо этого, в комнате могут быть установлены дополнительные микрофоны, которые будут снимать эту самую комнату. Как мы знаем, ударная установка – один из самых громких инструментов. И, естественно, микрофоны, снимающие определенные барабаны, захватывают звуки других барабанов. Как, например, напольный том может резонировать от удара по бочке и издавать определенный шум. Все эти шумы и призвуки были как раз очень грамотно сняты разработчиками Супериора, отчего установка звучит очень натурально и, конечно же, имеет немалый вес. У меня установлен только стоковый набор звуков, поэтому многих микрофонов у меня нет. Но это не так страшно, потому что вся основа имеется. Также нужно обратить внимание, что для комфортной работы в программе вам понадобится не менее 4 гигабайт оперативной памяти, а лучше больше. Давайте сразу разберемся с возможностями главного окна. После того, как вы подгрузили библиотеку, вы можете выбрать тип ударной установки. Тут есть и классическая установка из середины 20 века, Грейдж Раунд Бейдж, а также Айот Классик. Если первый обладает более типовым и классическим звучанием, которое скорее подойдет для рока, блюза, джаза и фанка за счет более округлого и мягкого звучания басового барабана, а также мягко подобранного снейра, то Айот Классик это более универсальные барабаны, которые могут использоваться в самых разных стилях. Далее есть здесь Людвиги Классика среди ударных, достаточно плотный звук и могут быть использованы для тяжелых стилей музыки. Далее идут две похожих установки Perl Masterworks и Premier Genista, хороший, очень плотный и яркий звук. И последняя Yamaha Beach Custom, она мне нравится больше всего, если говорить про тяжелый звук, то есть металл или там еще что-то. Она отлично звучит, правда я вам советую выбрать для нее другой рабочий барабан 6.5х14 Zildjan Cast Bronze. Мне его звук кажется более чистым и панчивым, нежели чем то, что предлагают нам разработчики в виде Людвига. И как вы знаете, что извлекать звуки из барабанов можно по-разному. Нам предлагают загрузить установку с несколькими видами звукоизвлечения. Это обычные деревянные палочки, звук к которому мы привыкли и будем использовать его чаще всего. Далее есть вариант установки Snairs Off, как я понимаю это вариант библиотеки, где у рабочего барабана отсутствует пружина снизу, что делает его звук более похожим на малые томы, нежели чем на привычный нам звук с нейром. Ну а дальше все просто. Brushes это палочки-щетки, ими часто играют джазисты, чтобы можно было извлекать очень мягкие звуки и глубже работать с динамикой тарелок и барабанов. Также есть в библиотеке очень крутая артикуляция подметания барабана. Когда барабанщик проводит палочкой по-малому, очень антуражный такой и сыпучий звук выходит. Роц или руты. Это такие связанные между собой прутья, меняют тембр ударных, делая его более глухим. Такой метод извлечения используется в случаях, когда нужно ударную партию отодвинуть на второй план. Вживую я эти палки, кстати, ни разу не слышал. Мейлотс или как-то так. Это оркестровые палочки с непривычным для нас наконечником. Там такой как бы мягкий набалдашник у них в конце. Ничего не могу сказать, наверное, кому-то придется по вкусу. Ну и что же, теперь давайте перейдем плавно к разбору плагина. Главное окно встречает нас с отлично проработанным дизайном, который прям радует глаз. Они реально просто офигительно выглядят. Для начала мы можем полностью собрать нашу ударную установку. Левым кликом выбираем барабан, правым кликом по нему мы можем выбрать любой доступный нам барабан выбранного типа, а также с любой доступной артикуляцией. Также мы можем создать стэк инструментов, примешав к нашей бочке дополнительный звук. Это очень удобно. Далее добавляем любой WAV-файл и выбираем, что и к чему будем примешивать. Можем создать новый звук, можем вообще заменить звук оригинального сэмпла. Выбираем Add Stack, барабан которому будем примешивать наш звук и его артикуляцию Open. Получаем крутой щелчок. Справа мы видим окно тонких настроек каждого барабана. Давайте разберем их подробнее. Левел. Уровень громкости барабана в случае с созданием стэка мы можем отрегулировать громкость добавляемого нами сэмпла. Тюнинг. Регулировка питча. Реверс. Разворачивать наш сэмпл можно добавить отдельным инструментом, например звук тарелки и реверсировать его. Энвелоп. Огибающий звук с довольно интересным режимом Offset, которым можно задержать сэмпл по времени, тем самым создать более объемный звук. PitchFX настраивает изменение питча барабана по времени. Кривая Velocity и Gate для управления, так сказать, Velocity. Можем отрегулировать огибающую, а также ограничить самые громкие и тихие сэмплы в зависимости от поступаемого сигнала. Не самый важный параметр подойдет скорее для тех, кто играет и записывается с электронных барабанов. Остальные параметры мы пропустим, ввиду того, что они довольно специфичные. Ну и с маппингом, думаю, особо объяснять не нужно, все понимают, что это такое. Единственный важный параметр, который здесь остался, это смузинг. Разберемся с ним подробнее. Эта ручка отвечает за громкость атак инструмента, если он проигрывается часто, то есть несколько раз подряд. И будет использоваться в основном только для железа. Как известно, самая большая проблема виртуальных барабанов в том, что у них жутко сильно палится железо. Если звук не писался вживую, то это легко определить по тому, когда начинается игра в левый крэш. Когда мы извлекаем звук из крэша ударом по его ребру, то сначала слышим отчетливую среднечастотную атаку. И сустейн тарелки в виде звона. Но если бить в крэш часто, то атака не будет явной, как бы смазываясь при последующих ударах. Когда мы слышим звук виртуальной установки, при каждом MIDI сигнале проигрывается новый сэмпл с новой атакой, что естественно сразу слышно и не звучит натурально. Суть режима смуз в том, чтобы сожрать эти атаки при частой игре в железо. Давайте внимательно послушаем с включенным и выключенным режимом. В миксе с гитарами это звучит еще более сглаженно и натурально. Естественно, если вы слышите, что в вашем треке железо звучит нереалистично, то для каждой тарелки можете отрегулировать этот параметр. Чем выше BPM трека и чем чаще происходят удары в тарелку, тем больше должен быть этот параметр. Но только без фанатизма, чтобы не переборщить, потому что каждая тарелка звучит всегда по-разному. И у той же чайной атаки обычно сохраняются, как и у Райта, а вот левый крэш или сплэш звучат более гладко при частой игре по ним. Что же касаемо открытого хэта, здесь тоже нужно быть аккуратным. У него есть множество различных артикуляций, по-простому методов извлечения звук. Закрытый удар в ребро, закрытый удар в чашу, удар в тарелку, приоткрытый, открытый, игра педалью и так далее. Чтобы выбрать артикуляцию и отрегулировать нужную, выберите сам хэд. Теперь в верхнем меню выберите нужную артикуляцию, в нашем случае открытый хэд, и регулируйте данное значение, постоянно прослушивая его. Но помните, что хэд довольно маленькая тарелочка, имеющая недолгий сустейн. И ввиду своего расположения относительно барабанщика, обычно его играют в ребро, а значит атаки остаются. Также здесь есть меню Macro Controls, где вы можете привязать ползунок параметра к ручке и назначить ее на любой меди ЦЦ и регулировать этот параметр в режиме реального времени. А также приписать для него автоматизацию. Рассказывать подробно про него не буду, потому что если и соберетесь использовать, то разобраться с ним проблем не составит. Ну что же, с главным окном плагина мы разобрались. В следующем видео разберем микшер. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео, а также поставьте лайк этому видео, если оно было вам полезным. Это лучшая благодарность за мои труды. Спасибо за внимание. Пока.